Ассаламу алейкум, господин Муфти, Россия. Вы сегодня нам приняли, я очень рад, что я здесь. Это очень большой час для нас, для пакистанского телевидения. То, что наши зрители посмотрят ваше интервью и узнают о исламе России через вас. Роль, которую вы сыграли за последние 32 года, избавление мусульманской умы России, государства Центральной Азии и от бича терроризма, превышение мировой достойной умы, заслуживает похвали. Сегодня мы зададим несколько вопросов, которые помогут нашим читателям, как я сказал, узнать жизнь мусульман России. Мой первый вопрос, какой процент населения в России составляют мусульманы и как они уже оживаются со людьми другой религии? Бисмиллахи рахмани рахим. Я также благодарю вас за проявленный интерес к мусульманам России, их жизни и деятельности в многонациональном, многорелигиозном государстве Российская Федерация. В нашей стране проживает около 25 миллионов мусульман, и это составляет приблизительно 18% от всего населения российского государства. Как я уже сказал, Россия является многонациональной, многорелигиозной страной, и хочу подчеркнуть, в этом государстве в основном проживают две основные религии, как государство образующее. Это православное христианство русские и мусульмане, которые являются также многонациональной уммой. Мусульман в российском государстве около 50 народов и этносов. Они проживают в разных частях российского государства, но в основном они проживают в национальных республиках, таких как Республика Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания. Это на Северном Кавказе. Эти народы являются не пришельцами, они являются коренными народами российского государства, и ислам являются религией, которая была принята официально как государственная религия на территории Воложской Булгарии в 310 году по хиджри, в 922 году по григорианскому календарю и на 66 лет раньше до крещения Руси, до принятия христианства на Руси. Редактор субтитров А.Семкин